17 ноября в зале для борьбы собрались юные спортсмены, их родители и тренеры, а также первые лица города. Многие из вас свяжут жизнь, спортом, станут тренерами, олимпийскими чемпионами, но для этого необходимо постоянно двигаться к поставленной цели. Удачи всем на этом нелёгком пути. С праздником! Ребята, которые только пришли заниматься, ещё не овладели приёмами борьбы, но зато продемонстрировали свою ловкость и умения в спортивных эстафетах. Это были первые их соревнования. Родители с восторгом наблюдали за своими малышами и получили только положительные эмоции. Мероприятие просто сногсшибательное. Мой ребёнок на секцию спортивного оздоровления начал ходить в сентябре месяца. За этот период ребёнок окреп достаточно, перестал так часто болеть. Ходить на секцию ему выставляет огромное удовольствие. Спасибо тренерскому составу, которые могут создать такую благоприятную обстановку, чтобы наши дети очень хотели ходить сюда и действительно понимали со слов тренера, что спорт – это здорово, что спортом нужно заниматься. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, так же, как и Николай Сабинич, стоял у истоков зарождения дзюдо в Десногорске. Они вместе занимались борьбой с большим увлечением. В спортзал нужно ходить. Обязательно. Не только в спортзал, не только в борцовский зал. Это как-то воспитает, дисциплинирует, приобщает. Они здесь друзей находят своих. А потом привыкают, и им больше ничего, кроме спортзала, и не нужно. После весёлых стартов мальчишки, которые тренируются уже несколько лет в секции дзюдо, показали свою выносливость и приёмы борьбы. По традиции в завершении праздника прошло награждение участников эстафеты. Все четыре команды очень старались, и судьями было решено наградить абсолютно всех малышей. Они получили грамоты, медали и волейбольные мячи. Родители малышей также отметили новизну зала и считают, что заниматься детям стало ещё приятней. Замечательное мероприятие. Спасибо администрации города, спасибо всем, кто помог сделать этот замечательный ремонт. Теперь нашим детям есть хорошее место, светлый большой зал, чтобы они выплёскивали свою энергию. Глава Десногорска поблагодарил Смоленскую атомную станцию за финансовую поддержку в ремонте спортзала. Мы благодарны Смоленской атомной электростанции в лице Павла Алексеевича Лубенского, кто выделил нам эти средства для ремонта нашей спортивной школы. Ну а мы постарались провести все конкурсные процедуры. Двери обновлённого зала всегда открыты и ждут новых мальчишек и девчонок на занятия в спортивной секции. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Весна ТВ.